Здравствуйте, меня зовут Евгения. Сегодня 13 марта 2023 год. У меня диагноз – рак молочной железы. 2 плюс 3 ЕР, негормонозависимый. Я вторая стадия, я в ремиссии с 2019 года. В 2018 году мне поставили диагноз. Я всегда говорю не только своим знакомым, друзьям, говорю людям, даже когда на работе встречаю людей, которых не знаю. И всегда говорю, всегда верьте своей интуиции. То есть изначально я предполагала, даже чувствовала, что у меня онкология еще с 2016 года. Но я никак не могла доказать это доктору. То есть я когда приходила и говорила, что я чувствую, что у меня не просто образование обычное, а онкологическое. На что мне доктор говорил всегда, не нужно выдумывать, нужно слушать доктора. Ну, тем самым упустили 2 года, когда это можно было решить вопрос по-другому. Ну, в общем-то, время шло, опухоль росла и перерастала опухоль уже в зло. В 2017 году я целенаправленно решила поменять доктора и прошла обследование. То есть после Нового года доктора, у которого я уже перешла, сделал трепан-биопсию. И опухоль показала злокачественная. Ну, с этого момента и начался курс моего лечения. У меня никогда не было страхов. Я всегда думала, что я, наверное, переживу все, что мне дала судьба, так сказать, жизнь. И что я смогу любой этап жизни пройти, может быть, с преградами, может быть, где-то с легкостью. Но я это сделаю в любом случае. Когда я думала, что да, это будет онкология изначально, я тогда говорила, что я буду это проходить всегда с улыбкой на лице. Ну, в принципе, я так и делала. Было нелегко, было очень тяжело, но это преодолеть возможно. Нужно только иметь цель и двигаться к ней. И нужно любить жизнь, любить себя, любить своих родных и близких, которые всегда рядом с тобой. И тогда эти преграды, они становятся легче и преодолимее. Ну, изначально, ну, как всегда, я, когда поменяла своего доктора, я взяла направление другому доктору. Когда прошла обследование, этот доктор меня направил в онкоинститут. Значит, в онкоинституте все обследования, естественно, неестественно проходят не по ОМС, то есть платным образом. Пройдя все этапы, все трепан-биопсии, ЭГХ, это все происходит финансово. Уже пройдя все эти обследования, завершающий момент, когда ставили диагноз, заведующая сказала, что нужно сначала пройти химиотерапию и затем оперироваться. И после этого будем действовать дальше. Пройдя все обследования, так как у нас в онкоинституте ростовских не принимают пациентов, так как мы городские, у нас есть онкодиспансер, нас всех отправляют туда. То есть я также пошла в онкодиспансер, встала на учет и к доктору, и доктор уже начал со мной работать. Он назначил мне 8 химиотерапий и дальнейшее лечение. В онкодиспансере уже было все по полюсу по ОМС. То есть все химиотерапии проходили бесплатно. Операция, после операции еще 8 химиотерапия и через 40 дней лучевая терапия. Лучевая терапия у нас проходит в нашей же клинике только на благодатной, то есть она от онкодиспансера. Лучевая терапия проходит уже бесплатно, и она безболезненная, она не страшная, и это легко, легко все проходить. В лечении самое сложное было добиваться. Но были периоды, когда приходилось немножко бороться не только с болезнью, а немножко бороться с нашими докторами. То есть бывали моменты, когда не было лекарства и недопонимания с доктором. Приходилось немножко воевать, так сказать. Война была серьезная, но я вышла из нее победителем. То есть я выиграла не только, я выиграла жизнь свою. В данный момент у меня все хорошо. То есть я регулярно прохожу обследование, и сейчас даже у меня такое чувство, что я никогда не болела. Все то, что было, вот как говорят, что оно забывается. Ну, нет, конечно, все я помню, но нет у меня чувства того, что я больной человек или я в диагнозе, что что-то со мной не так. Все замечательно и даже лучше. Я стала себя больше любить. Я стала много уделять внимания себе, своим родным и близким. Я стала замечать много мелочей, которых некогда замечать. Когда всегда в работе и некогда тебе обращать на это внимание. Я очень... Получилось, что в 19-м году, когда я прошла все этапы, и мне сказали, что я все, я здорова, я могу идти домой и больше не приходить. Я попрощалась просто с доктором и сказала, я говорю, ну что, доктор, что мы будем делать дальше? Он сказал, ничего делать не будем, до свидания. И видите, я вас больше не хочу. И тому доктору я очень благодарна. Это замечательный доктор, это химиотерапевт Емшанов, который просто делает чудеса. Он не просто лечит, он просто обладает какими-то волшебными палочками, которые излечивают людей. Этот человек, я считаю, что он талантливый человек. Я в диагнозе проходила его сама. То есть я не знала ни о каких группах, которые сейчас существуют и которые очень помогают людям. И вот просто случайно в 19-м году мне позвонили по телефону и сказали, а хотели бы вы присоединиться к нам в группу «Ловлю эмоции». Я сказала, да, конечно, я хочу. И тогда я познакомилась с девочками, с необыкновенными девочками, которые прошли такие же этапы и которые решили, что людям нужно помогать. И когда я начала вливаться в команду, это просто такая помощь, необыкновенные встречи, которые всегда помогают. В данный момент, сейчас еще больше это происходит. Реабилитация, очень важная после операции. Очень важно поддержать человека, когда он в химиотерапиях. То есть ему тяжело, ему сложно. И нужно обязательно быть на позитиве. Всегда ловить эмоции. То есть нужен фитнес, нужен бассейн, нужны танцы и песни. И это всегда происходит. Это все зависит только от нас. И когда рядом с тобой такие же люди, и ты чувствуешь, как рыба в воде просто с такими людьми рядышком, и помощь, она всегда приходит вовремя. И когда человек нуждается в этом, понимаете, когда ему очень тяжело, и вдруг тут есть такие люди, которые с тобой едины. И тогда все преграды, они просто остаются позади, и все это легко проходит. Поэтому всегда нужно бороться, и всегда победа приходит. Моя жажда к жизни, моя любовь к своим детям, к внукам. Также помощь рядышком была. Всегда ловлю эмоции, которые я очень люблю. Стремление просто жить, видеть, любить, наслаждаться и быть счастливой. И не могу сказать, что я благодарна раку. Нет, конечно. Но с другой стороны, это такой, как встряска такая, такая большая ступень в моей жизни, из-за которой я стала, так же повторяюсь, я стала себя любить. Когда на это время не было никогда. И когда ты начинаешь любить окружающий мир вокруг себя. И всегда еще хочется помочь людям, которые теперь, когда я уже совершенно здорова, мне очень хочется помочь каждому человеку, если я вижу, что этот человек нуждается в помощи. Поэтому я считаю, что какой-то этап жизни пришел ко мне вот с моим диагнозом, для того, чтобы помогать. Хочу сказать людям, чтобы люди, во-первых, доверяли своей интуиции, потому что она никогда не подводит. Но если это уже, конечно, произошло, никогда не теряйте чувство, чувство уверенности, чувство силы, силы. И всегда вы сможете преодолеть эти тяжести обязательно, если это женщины, обязательно проходите обследование. Обязательно уделяйте на это внимание большое. Не нужно думать, что я потом это сделаю, либо в следующем году. Нет, ни в коем случае. Это нужно сделать сегодня, здесь и сейчас. То есть времени потом не бывает. Поэтому всегда ходите, обследуйтесь, уделяйте себе большое внимание. Субтитры создавал DimaTorzok